Мир вам, братья и сестры! Продолжается интервью с нашими гостями. Новый гость у нас это Григорий. Представьтесь, пожалуйста. Доброе утро всем. Меня зовут Григорий. Фамилия моя Кронин. Я являюсь пастором церкви города Стэй-Калыч, штаб Пенсильвания. И очень рад находиться здесь, на этом конгрессе с молодежью. Мы очень рады, что вы приехали с молодежью. Вы говорили, больше 20 человек у вас здесь. Можете рассказать, какое ваше служение будет именно здесь, на конгрессе? На конгрессе я несу ответственно за служение душепопечения. Это второй мой опыт, второй приезд уже на этот третий конгресс. И это замечательное служение и возможность помочь молодежи. Когда я смотрю, вот внизу очень много десятки, сотни, я думаю, и тысяч будет молодежи находиться на этом конгрессе. Я думаю, что каждый, кто приехал сюда, он имеет внутренний мир, отношение с Богом, отношения друг с другом. И, соответственно, как любой человек имеет проблемы, потому что мы живем на этой земле, где зло, где грех, где несовершенство. И мы нуждаемся в том, чтобы нам идти за Господом, быть светом, быть солью этого мира. Я думаю, что у каждого из наших друзей есть вопросы. И есть нужда в том, чтобы иметь какую-то личную встречу, беседу. Я хочу немножко рассказать о самом служении душепопечения. Я верю, что на конгрессе будет много благословенных моментов через проповедь, через служение слова, где братья будут говорить истины, будут семинары проходить, где много узнает, много важных истин для своей души. Но служение душепопечения заключается в следующем. Оно основано на такой личной, сокровенной, я бы сказал, где-то беседе служителя пастора, служителя душепопечения, и с человеком, который пожелал открыться, побеседовать, помолиться, рассказать свою нужду. Поэтому важность в том, что присутствует на этой беседе служитель, человек, и мы, как верующие люди, верим, что Господь обязательно присутствует. Потому что истинное библейское душепопечение заключается не в психологической каких-то помощи, а основано на священном писании. Я верю, что Господь, Он позаботился о церкви, позаботился о верующих всех поколений, для того, чтобы помогать людям всех возрастов, во всякое время. И вот для этого у нас есть это время в течение всего проведения Конгресса. Расскажите, практически, как это будет происходить. Практически это выглядит следующим образом. Вот в этой рабочей тетради на 22-й странице здесь есть помещена информация, а кратко очень помещена информация о нашем служении. Для того, чтобы прийти на беседу к пастору, там на входе есть регистрационный столик, можно зарегистрироваться и записать свое имя и желание встретиться с пастором душепопечителем. Наверное, выбрать время, когда ему удобно. Безусловно, в любое удобное время можно оставить контактный телефон или информацию, мы свяжемся, у нас будет информация этих людей, мы сможем встретиться в любое для них удобное время. Где встретиться, место встречи, это очень большое здание, здесь легко потеряться, но вы не потеряйтесь, тогда, когда вы придете, там, где находится картинная галерея. Ее трудно не заметить, она занимает много места. Замечательно, я уже просмотрел эти картины, действительно, есть время остановиться и посмотреть. И чуть дальше, когда пройдя картинную галерею, с правой стороны, там есть большое помещение, называется prayer room, то есть место молитвы. Я буду находиться там все время, будут находиться братья служителей, и там будет находиться моя супруга, помощница, она будет секретарем, и она сможет с вами встретиться, записать время, имя ваше, и когда мы сможем иметь эту беседу и встречу. Хорошо. Я хочу уточнить. Будет столик, где люди могут пойти к регистрации и записаться? Если они не подошли к регистрации, они могут уже там на месте, возле этой комнаты тоже записаться? Или не надо? Возможно, и так, и так. За лучшее, если не подойдут к столику регистрации, зарегистрируются, и тогда нам легче будет просто иметь с ними контакт. Если же нет, подойдут прямо туда, можно и таким образом. Хорошо. Следующий вопрос. Здесь много людей. И, возможно, много людей придут помолиться, пообщаться, задать какие-то искренние вопросы, сокровенные вопросы. Как вы сможете их охватить? Сколько братьев будет? Кто это за братья? Это, как я уже сказал, это второй конгресс, второй раз, когда мы участвуем. Прошлый раз, четыре года назад, была проблема, друзья. Было много желающих прийти поговорить, помолиться, но было мало, не хватало братьев, служителей. То есть вы сейчас конкретно обращаетесь с братьям-служителям? Да, я бы хотел использовать возможность, обращаясь с дорогим братьям-служителям-пасторам, что горит сердце, чьи не безразличны к нашим детям, к нашей молодежи. Будьте готовы, находитесь в зоне доступности, чтобы я мог подойти. Практически делается так. Люди подходят, у меня пять-шесть человек, которые готовы побеседовать. Я должен, подойду к вам, если вы не участвуете в пропаге или в служении, вы свободны, будьте готовы пройти, иметь эту встречу и беседу. Как они о себе должны дать знать братьям, что они здесь являются? И тоже столик и регистрация? Лучше всего, да, если они будут тоже зарегистрируются, а в стол регистрации не оставят свое имя, скажем, Григорий Кронин, пастор-служитель, оставят свой телефон, и я готов потрудиться в служении души-попечения. Я буду иметь этот телефон или имя, или личное многих братьев, знаю служителей, и я с ними свяжусь и приглашу для этой беседы. Хорошо. Как вы слышали, брат, ответственный за душу-почетическую, отдел просит две просьбы. Первое, это те люди, которые желают пойти помолиться сегодня, а завтра, это ваш шанс. Вы можете подойти к регистрации, записаться. Почему записаться? Чтобы вы не ждали в очереди долга, а вы конкретно знаете на определенное время, когда вы договорились со служителем, вы подойдете 2.30, в 7 вечера или как, и там вас будет ожидать уже. Это первая просьба. Хочу просто повторить. Вторая, служителя, действительно, есть большая нужда в вас, потому что молодежи много. И это не совсем красиво, если молодежь и ждет, стоит несколько времени, я не знаю, сколько времени стояло, а нету того человека, кто бы вместе с ними хотел выполнить. если вы знаете, услышали эту информацию и, возможно, кто-то не услышал, пожалуйста, передайте другим, как и братьям, так и те, которые вы считаете, что нуждаются в этом служении. Есть еще что-то добавить? Я могу привести один конкретный пример служения душепопечения. Несколько лет тому назад на одной из конференций здесь в Америке я также был приглашен участвовать в служении душепопечения. И заканчивался, это был третий день конференции. Служение закончилось, я вышел на улицу, собираюсь, кидомой, ко мне подошел один молодой человек, говорил, брат, я бы хотел с вами побеседовать, могли бы найти для меня время. Да, мы встретились, он говорил, я приехал совсем с другого штата издалека специально, чтобы побыть на конференции и побеседовать с служителем душепопечителем. Но всегда имел страх, боролся, смущался и все-таки решился. Понимал, что если не уеду, то я уеду снова со своими проблемами. Мы встретились, имели долгую, хорошую, двухчасовую беседу. И мы расстались. Таких встреч у меня было много. Прошло много лет, может быть, пять. Я был приглашен на бракосочетание в совершенно другой штат. К моему удивлению, я встретился с этим человеком, этим братом, подошел, говорит, а вы помните меня? Я его потом вспомнил, потому что была долгая, хорошая беседа. Он поблагодарил Господа, говорит, эта беседа, эта встреча, она перевернула мою жизнь, она изменила меня к лучшему. Я получил ответы на свои вопросы. Поэтому вот опять обращаюсь к дорогой молодежи. Для тех, кто приехал, кто имеет такие вопросы, переживания. Бывает так, что некому пойти, даже к родным родителям бывает. Я приглашаю вас, друзья. Это уникальная возможность. Я верю, когда Господь посылает эту встречу, для того, чтобы, будьте, знаете, что мы с вами будем обращаться, как своими детьми. Мы любим вас. Мы знаем, что у Господа есть для вас прекрасный план. У Господа у вас ответ есть через свое слово и Дух Святой, который поможет, утешит и поддержит вам. Поэтому чувствуйте себя как дома и будьте благословены. Мы вас ожидаем. Пусть Господь вас благословит. У нас еще есть немножко времени есть. Когда вы говорили, вот у меня такой возник вопрос. Я услышал, что вы горите этим служением. Вы примеры сказали такой, вас это вдохновляет. Но можете сказать, почему для вас это служение дорого и, возможно, как вы к нему пришли? Я думаю, это с детства. Я вырос в большой семье. У нас 8 детей у родителей и я самый последний, 8-й ребенок. Папы у нас не стало, когда мне было 10 лет и я воспитывался в школе-интернат. Нету папы, нету мамы, нету братьев и сестер и окруженные детьми, подобными как я, полусиротами, сиротами, которые не знали, к кому обратиться. Это была проблема. И все эти дети моего возраста, они рассказывали о своей судьбе, о жизни, о тех трудностях, которые они испытывали. Я понимал, что им нужно дать ответ. Тогда, будучи ребенком, еще не зная Господа лично, я чувствовал нужду в этом, что люди нуждаются. Потом была армия, потом была, скажем так, вот школа духовная, уже в церкви служение. Я увидел, что как велика нужда людей получить вот в личной беседе, когда человек хочет прийти лично поговорить, рассказать, помолиться. То, что не скажешь с кафедрой, то, что не скажешь всей церкви, ну можно сказать кому? Человеку, который имеет это особое сердце, сердце пастора, который любит человека, который не понесет, не расскажет где-то. Поэтому я думаю, это дар от Господа, и я хочу пользоваться во славу Господа этим даром. Благодарю. Теперь давайте опять, вот, вы ехали на конгресс, вы брали с собой молодежь, вы немножко знаете, знакомы, руководством, конгрессом, возможно, больше молились об этом. Что вы ожидаете об этом конгрессе? У нас есть минута, чтобы вы могли поделиться об этом. Мне очень нравится тема, которая была предложена. Много молитвы, много силы. Я ожидаю следующее, что братья, проповедники, служители, которые приготовили слово, они помогут нашей молодежи лучше понять ценность, важность молитвы. Когда-то, помните, ученики попросили Господа, научи нас молиться. И Христос их научил. Один короткий пример. Много лет назад в одном городе Скадовск, там, где мы помогали нашей сестре Ларисе Артюшенко трудиться с детьми-сиротами, когда она посещала интернат, дети просили, научите нас молиться. И она научила их молиться, этим детям сейчас, которые прошли годы, больше 10 лет. Дети выросли. Многие верующие, члены церкви, имеют свои семьи. Когда задали вопрос, что вам помогло прийти к Господу? Они сказали, и тетя Лариса научила нас молиться. Если мы уедем отсюда, и наши молитвы будут искренне, горячие, молитвы, которые приводит небо в действие, небо будет слышать молитвы, я верю, что будущее нашей молодежи, оно прекрасно, и можно быть спокойны за наших детей и за наших внуков, потому что они будут знать, кому молиться, как молиться и почему надо молиться. Благодарим. Мы верим, что это будет очень благословенное время, как и в служении, так и те люди, которые будут приходить лично молиться вот этим служением, которое вы делаете. Слава Господу. Я тоже очень надеюсь. Благодарю. Мы прощаемся с вами. С Господом. С Господом. Всего доброго. Слава Господу. Слава Господу. Слава Господу. Субтитры создавал DimaTorzok